Всем привет! Это итоговый выпуск программы Алё Гараж на канале Абуз ТВ. Ну что, пролетела еще одна неделя? Есть повод подвести, какие-никакие итоги. Поехали! Итак, российский рубль вместе с ценой на нефть летят в тартарары. Украинская гривна уже вышла на беговую дорожку и разминается перед прыжком. Ну а доллар, доллар рыбится. Экономисты чешут маковку, политики крутят друг другу фиги. А черный валютный рынок, пользуясь неразберихой и ажиотажем, снимает сливки. Это серьезно, Билли? Это 80? Вчера это стоило 50. И в это самое время глава Нацбанка Валерия Гонтарева вместе с министром финансов и примкнувшим к ним министром эконом-развития Украины оттягиваются в Довосе. Официальная версия участия в работе Международного экономического форума. Неофициальная? Поиск в толпе приглашенных гостей хоть кого-нибудь, у кого мы еще не брали взаймы. Пока, ну судя по репортажам с форума, процесс идет не очень, но наши стараются. Ищут, ищут день и ночь. Ищут нестандартные подходы к хранителям денежных мешков, придумывают заковыристые названия программ и проектов, под реализацию которых таким можно будет выклинчить немножко деньжат. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Ну и само собой на банкеты ходят. Ну а куда деваться? Это ж не ради пожрать и попить на халяву, а ради реформ. Это часть моей работы пить с ними. В Комсомоле работает не только головой, но и печенью. Вот, а Арсений Петрович на швейцарский корпоративчик не поехал. Не, не потому что со здоровьем проблема. Просто кто-кто, а он-то хорошо знает, что кое-кто из почетных гостей форума давно с ним не по-доброму поговорить хочет. По поводу возврата долгов с процентами. Опять же, скорее всего, МВФ снова приставать начнет. Ну, с вопросами своими дурацкими. Куда деньги делал? Куда деньги делал? А куда деньги делал? То ли дело в прошлый раз, тогда наш премьер достойно все объяснил. Дескать, все деньги на благое дело идут, на борьбу с коррупцией, на реализацию всяческих программ с труднопроизносимыми названиями, на создание положительного имиджа реформаторов и на освещение в СМИ результатов реформ. Все шесть мешков. До копеечки. А седьмой, я по секрету, от пана Атамана выменял на эти вот штанишки. Это уже потом выяснилось, что на самом деле борьба с коррупцией, но это громко сказано. На этой неделе случилось сразу три знаковых события в этом направлении. Ну, во-первых, канон, крещение, судья-колядник, посаженный на тюремные нары, преступным режимом Януковича, вышел на свободу. Причем досрочно, на три года раньше. Ну, тот самый, Зварыч. Ну, есть у украинцев такая привычка засеивать новый кабинет, когда приходят. Кто копейками, кто гривнями, кто долларом. Не, важен не сам факт, что судья вышел на свободу. Важно, что случилось это исключительно благодаря народным депутатам Украины, принявшим закон, написанный как будто специально для львовского взяточника. Так называемый закон Надежды Савченко, согласно которому три года в СИЗО были засчитаны за шесть лет тюрьмы. Объяснить такой ход можно только двумя вариантами. Первый таков. Ну, депутаты действительно решили, что Роман Зварыч – жертва преступного режима Януковича. Второй. Проект закона попросту никто не читал, и тем более не просчитывал варианты его последствий. Нет. Да. Вот я думаю, что, скорее всего, второе. Ну, не читали они нифига. Об анализе и моделировании ситуации с прогнозом деструктивных последствий вообще помолчу. В моем доме не выражаться. Ну, как же тут не выражаться, если точно так же? Только ночью был принят бюджет на шестнадцатый год. Но если в случае с досрочным освобождением судьи косяк всплыл сразу, то с бюджетом эти самые косяки будут всплывать на протяжении всего текущего года. И их ощутит каждый. Очень скоро. Второе знаковое событие, касающееся темы борьбы с коррупцией, это увольнение судьи Родиона Киреева с занимаемой должности. Ну, того самого, что искали-искали, да не выискали. Хотя СМИ не раз сообщали, что прячется судья в Крыму. Недвижимостью там же обзавелся. Чувствует себя превосходно. Не бедствует. Короче. Жил здоров. И даже довольно упитан. Ну, это тот самый судья, отправивший Тимошенко по этапу в Харьковскую колонию, чье решение впоследствии было признана незаконными, которого обвинили в получении взятки за его принятие. Ну, то есть, человек системы. Один из ее винтиков. И далеко не самый последний. Идея иллюстрировать Киреева методом увольнения пришла в башку Высшего Совета Юстиции Украины. Ну, там самые большие правовиды нашей страны заседают. Вот они и придумали такое страшное наказание. То есть, вместо того, чтобы предъявить конкретное обвинение в совершении служебного преступления, подтвержденные конкретными и неопровержимыми доказательствами, лучшие юристы Украины решили, что исключение своих рядов Гарри Поттера в мантии – это самое жестокое наказание для него. Или это намек? Намек на то, что больше бояться нечего. Дело вот-вот потихоньку закроют. Вскоре о судье, отправившем Юлию Тимошенко в тюрьму. Все, кроме нее самой, конечно, забудут. И вуаля! Дело сделано! Еще один из команды бывших ушел от ответственности, прихватив при этом начисленную ему за два года прогулок зарплату. Жить, как говорится, хорошо. Ну и третье. Задержанный месяц назад заместитель директора департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, требовавший от одного из оборонных предприятий Украины взятку в сумме 250 тысяч долларов уже выпущен на свободу. Я только что откинулся и больше я не сяду! Вчера я не сяду больше! Фамилия судьи и сумма залога, внесенного взяточником, пока не разглашаются, но зато доподлинно известно, что директор того самого департамента уже вернулся на работу и приступил к исполнению своих прямых обязанностей. Молодец! Молодец! А еще две недели назад спецоперацию по задержанию чиновника называли одним из ярчайших примеров эффективной борьбы с коррупцией. А оно воно как. Оказывается, хорошего человека просто взяли и обидели. В общем, как ни крути, а эта неделя прошла под девизом «Коррупционеры сдавайтесь! Нас орда!» «Она срать!» Ответили коррупционеры. Посмотрим еще, с чем вернутся из Давоса наши засланцы на форум. Если, конечно, вообще вернутся. Очень хочется услышать нетрадиционное «Отдохнул! Во! Сметаны! Во!» Отчет о конкретных результатах. Ждем-с! А у меня на этом все. Это был очередной итоговый выпуск программы «Алё Гараж» на канале АБУС-ТВ. Скоро увидимся и подписывайтесь, чтобы первым увидеть новый выпуск. Распространяйте, если понравилось, но комментарии тоже можно оставлять. Пока! КОНЕЦ Продолжение следует...